У четырехлетней кошки Йоши подошло время очередной вакцинации. Чтобы защитить питомца от бешенства и вирусных инфекций, видновчанка Маргарита Штыркова привела ее на прием в Ленинскую ветеринарную станцию. Перед прививкой обязательный осмотр и измерение температуры. Какие-нибудь проблемы со здоровьем в последнее время у нее наблюдались? Нет. Нет, все хорошо. Аппетит сохранен, активная, веселая. Это первое совместное посещение клиники Маргариты Йоши. Всего год назад девушка забрала кошку из приюта. Говорит, накануне очень нервничала, но, как оказалось, напрасно. Это очень все просто прошло. Я не ожидала, что будет так просто. Опыт врача очень важен. Как все правильно сделать, чтобы животное нервничало, ему не больно было. Анна Маслова лечит братьев наших меньших уже более 15 лет. Стать ветеринаром мечтала с детства, так как обожает животных. У нее самой дома живут три кота и девять собак. По второму образованию Анна – эксперт-кинолог по охотничьему собаководству, но большую часть времени посвящает ветеринарии. Каждое животное – это индивидуально. Здесь нужно подход найти и к владельцу, и к животному. Порой владельцы больше переживают и нервничают на приеме, чем сами животные. В Ленинской ветеринарной станции она работает врачом общей практики уже три года. Также специализируется в области травматологии. Кошке в основном приходит – это мочекаменная болезнь, остропочечная недостаточность. У собак тоже связано с желудочно-кишечным трактом с заболеванием. То есть в основном то, что от неправильного, несбалансированного питания. С наступлением весны у ветеринаров работы прибавилось. В день у одного доктора бывает до 30 пациентов. Все спешат перед дачным сезоном провести вакцинацию своим любимцам. К тому же часто стали обращаться владельцы животных, которых покусал клещ. Лежал очень грустный, кушать отказывался, играть отказывался. Не бойся, не бойся. Пришли, оказалось пероплазмоз. Первый раз таким сталкиваешь? Да, я вообще такого заболевания не знала. Теперь Корге Эдварду предстоит минимум три дня приходить на капельницы. Но главное, что владельцы не стали заниматься самолечением и вовремя показали питомца специалистам. Ленинская ветеринарная станция работает ежедневно с 9 до 21 часа. Будут они работать и в эту субботу в свой профессиональный праздник – Всемирный день ветеринарного врача. С наступающим праздником! Айболиты! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова